Итак, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Я принесла сегодня свеколку красную из подвала. Вот такую мелкую всякую, которая у меня была на огороде. Вот такая мелочь. Некоторые выкидывали, я нет. Я сказала, я всю ее использую и будут отличные цукаты. Никогда не выкидывай после того, как приобрела сушилочку свою любимую. Вольтера 1000 люкс. Вот, все. Вот, смотрите, там даже помельче есть. Сейчас я достану, мои дорогие друзья. Уже растет, прорастает, потому что на улице тепло. Вот. Сейчас я ее всю промою и поставлю варить. Но варить буду не до полуготовности, потому что я из нее буду делать цукаты, и все вам, дорогие мои подписчики моего канала, мои дорогие друзья, все, кто просматривает, все вам покажу, что можно сделать из этой красавицы свеклы, которая, к тому же, еще и полезна нам всем, всем. Кроме того, кто, ну, болеет, нельзя. Так, дорогие мои подписчики моего канала, я уже промыла свеколку, поставила ее уже вариться, и до полуготовности, не готовой, чтобы была, потому что, чтобы она не очень была мягкая. Надеюсь, вы меня понимаете. Для цукатов подойдет любая свеколка, мелкая, крупная, потому что она все равно будет резаться. Вот так. Так что мы сейчас налили водички, просто водички, и ее варим. Итак, дорогие мои друзья, я сварила, вот, смотрите, целое ведро свеклы красной. И из нее я буду делать цукаты, дорогие. Сейчас я перережу все, и вам все покажу дальше. Режу вот такие долечки, мои дорогие друзья. Вот видите, такие вот долечки. Я на такие долечки я режу. Вот свеклу. Вот так. И потом у меня есть сироп уже от рукава, от того, что я делала уже до этого. Цукаты из тыквы. Он мне пригодится. Вот, видите, такие долечки. Дорогие друзья, вот такая у нас свеколка получилась. Смотрите, вот такого цвета она получилась. Я ее варила по 5, по 3 минуты. Раз в 7. Да, потихонечку, понемножечку. Она у меня стояла по 4 часа. И вот такая у нас получилась свеколка. Сейчас я ее перекладываю на друхлах, чтобы сиропчик стек. И потом буду выкладывать уже на поддоны сушилочки. И будем сушить мы с вами до 12 часов. Все зависит от жары дома. У каждого температурный режим в комнатах помещений разный. Поэтому все зависит от еще комнаты, какая температура в комнате. Вот видите, такая она у нас красивая. Вся переливается. Так что вот так, мои дорогие друзья, у нас будут сукаты. Сукаты из красной свеклы. Итак, дорогие мои друзья, уже нарезанное все сделанное. Как говорится, уже мы ее сварили в сиропе. Вот такая у нас получилась свекла. И теперь я разложила, вы видите, на поддоны моей сушилочки Вольтера 1000 люкс. И теперь буду накрывать крышечкой и сушить. Где-то около 12-14 часов. 10 поддончиков вот такой свеколки у нас. Будут сукаты. Вот такие. Вот видите, какой цвет такой. Сейчас я получше вам покажу, мои дорогие. Вот видите, такие. Вот такие они у нас красивые. Вот они, смотрите, какие красивые, дорогие мои. Вот такая у нас свеколка получилась. Красавица. Так что будем сушить. Итак, дорогие друзья, сукаты у нас готовы. Я их сушила около 14 часов. Обязательно разложить. Вот видите, раскладывала. Я показывала, у меня в видео есть хорошенько. И самое главное, когда мы их варили, саму свеклу еще варила, надо варить в соленой воде. Чтобы сама свекла была... На мной вкус свеклы будет совсем другой. Дорогие мои друзья. Подсоленой в воде. Еще раз объясняю. Потому что я уже делала и без соли варила, и солью. Я все уже испытала. Получается очень вкусные цукаты. Очень вкусные. Сейчас я их вам покажу. На поддоне, который я сейчас... На подносе, вернее, сейчас я переложу все туда. И вы увидите. Сахарные немножечко пудры. Они получаются, знаете, на поддоме мармолада. Очень вкусные, приятные. Прям вот как мармоладик, дорогие мои друзья. Так. Вот такие они у меня получились. У меня с ведра... Целое ведро я делала. И у меня получилось 10 килограмм. 10 поддонов. Ну, где-то побольше. Может, 11. Вот. Где-то в пределах этого. Потому что я не ложу больше на один поддон. Где-то кило 100. Не больше. Я не стараюсь много ложить. Потому что, когда больше вы положите, то разложите цукаты, то у вас, конечно, будут они дольше сушиться. Если вы положите норму, какую надо, вот именно, то они быстро высохнут. Мои дорогие, видите, у меня здесь сахарная пудра. Можно так... Я покупала. Можно их сделать так же самим. У меня вот в этой баночке. Сама делала через блендер. Вот и все. Вот такая вкуснотища будет вас ожидать от самой простой ца свеклы красной. Видите, какая? Вот такая она получается. Вкусно. Очень вкусно. Прям настоящий мармаладик. Сейчас я вам покажу. Вот так. Вот так она у нас на поддонах. Видите, такая получилась. Вот такая на поддонах. Вот они поддончики. А вот такая она в конечном счете получается. Так что всем приятного аппетита. Если вам понравится рецепт, готовьте с удовольствием. Для себя, для своих родственников. И самое главное, для детей и внуков. Все. Пока-пока. Счастливо всем. Приходите на мой канал. Я с вами, Марина.